Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Прием КФУ-2016». Меня зовут Адилия Валеева. Сегодня у нас в гостях директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Хасьянов Айрат Фаридович. Здравствуйте! Здравствуйте! Айрат Фаридович, расскажите, пожалуйста, об основных преимуществах вашего института. Ну, я могу коротко сказать, что основных преимуществ три. Это, во-первых, практика, ориентированность наших образовательных программ. Очень плотно работаем с индустрией информационных технологий, как представленной в нашем регионе, так и в России, вообще и в мире. Среди наших партнеров такие компании, как, например, Samsung, ICL, JetBrains, Bars Group и прочие крупные компании, работающие как здесь, так и за пределами. Второе существенное преимущество – это наши образовательные программы. Мы их регулярно обновляем и в рамках одного стандарта образовательного мы предоставляем порядка 20 треков, которые складываются из 7 обязательных и еще 13 дополнительных. Студенты могут слушать как один, так и несколько дополнительных треков в процессе обучения. Все эти учебные программы мы пересматриваем каждый семестр, так, чтобы они соответствовали как состоянию рынка, так и состоянию информационных технологий в целом. Ну и третье наше преимущество – это Казанский федеральный университет. Это один из лучших университетов России, по моему мнению, лучший университет России. И мы можем дать в университете прекрасный фундамент как в области математики, так и в области программирования, алгоритмирования, структур данных. И на всех базовых курсах мы полагаемся на лучшие кадры, которые в университете есть. То есть мы не дублируем кафедры, например, мы не дублируем кафедру алгебры, мы не дублируем кафедры теоретической кибернетики. Мы соответствующую нагрузку, соответствующий курс отдаем лучшим профессорам из этих кафедр. То есть алгебру у нас ведут лучшие специалисты в области алгебры, матанализ у нас ведут лучшие специалисты в области матанализа, технологии у нас ведут лучшие специалисты в области технологий. Вот таков наш подход. А в каких компаниях проходит стажировку студенты? Ну, стажировку студенты проходят, конечно же, в самых лучших. То есть это и в Яндексе, и в Самсунге, и где угодно. То есть наших студентов берут на расхват. Стэнфорд очень хотел видеть наших студентов. Мы эту программу, к сожалению, не смогли развивать дальше, поскольку позиция Стэнфорда была такая. Мы ваших студентов будем забирать, наших вам присылать не будем. Вот. Ну, посмотрим, как будет развиваться дальше. Я надеюсь, что спектр площадок для стажировок для наших студентов только будет расширяться, конечно. А как обстоят дела с трудоустройством выпускников? В прошлом году у нас был первый выпуск. Трудоустроились 100%. Резюмы наших студентов лучшим компаниям, крупнейшим ведущим компаниям России разослал министр телекоммуникации и связи Российской Федерации Николай Анатольевич Никифоров, за что им огромное спасибо. Ибо наш, вообще говоря, факультет, наш институт, это детище Николая Анатольевича, Ильша Травкатовича, которые решили, что нужно как-то разрыв между предприятиями, между бизнесом и академией сокращать. Вот была создана Высшая школа информационных технологий и информационных систем. Я благодарю Николаю Анатольевичу, что он до сих пор активное участие принимает в жизни и развитии нашего института. Вот, соответственно, они все трудоустроились. Более того, они все получили более чем одно предложение для натрудоустройства. Все они работают в очень интересных, успешных компаниях. Даже те, кто собирался уехать из региона по окончании, в итоге не уехали. Я их вижу в эти парки, например, я их вижу в крупных компаниях Республики Татарстан. То есть им сделали очень выгодные предложения, которые смогли превысить их ожидания, очевидно. И сегодня у нас проходила защита дипломных работ. Дипломные работы очень сильные. У нас в этом году будет большой выпуск. 150, более 150 человек. И уже сегодня все они, в общем-то, имеют предложение о трудоустройстве и более чем одно. А есть ли какие-нибудь изменения в приеме 2016 года? В первую очередь, то, что мы теперь и формально по документам, соответственно, своей сути, мы принимаем на направление программной инженерии. Это приоритетное направление. Оно в перечне приоритетных направлений Министерства образования и науки фигурирует. Помимо этого, планируется некая корректировка стоимости обучения, которая будет сообщена дальше. Но мы каждый год обязаны корректировать стоимость обучения в соответствии с инфляцией. То есть будут повышаться цены? Но эта корректировка зависит в большей степени от нашей финансовой части. Я пока не могу, к сожалению, никак это комментировать, потому что мне нужен ответ от финансовой части. Мы, конечно, прилагаем все усилия, чтобы стоимость обучения сохранялась максимально низкой. Объясню, почему. Дело в том, что наши расходы на одного студента в год составляют 350-400 тысяч рублей. Стоимость обучения намного ниже. Разрыв между стоимостью и себестоимостью мы сокращаем за счет наших партнеров, наших спонсоров, которые как деньгами, так и живой силой, то есть преподавателями, помогают нам выстроить лучший возможный учебный процесс. И напоследок, не могу не задать этот вопрос, какой конкурс на место при поступлении? Конкурс у нас обычно не самый высокий, это 5-6 человек на место, но при этом у нас самый высокий минимальный проходной балл по всей Российской Федерации, по итогам приема этого года, ну прошедшего приема. То есть самые умные абитуриенты выбирают наш факультет в России вообще. Именно по нашему направлению подготовки. Так что к нам идут те ребята, которые знают, чего они хотят, которые верят в свои силы. И вот защита дипломов, которые я уже третий день слушаю, подтверждает, что да, это именно так. Спасибо вам большое за интервью, Айрат Фаридович. Желаем вам сильных и талантливых студентов. Спасибо вам большое. Я хочу, пользуясь этим случаем, пригласить уважаемых, дорогих наших абитуриентов поступать к нам. У нас недавно открылся музей информационных технологий. Приходите к нам в музей, посмотрите наши экспонаты, мы вам расскажем, что вас ждет в будущем у нас на факультете. На этом наша программа подошла к концу. До скорых встреч!